Получается, что мы попадаем, отравив корни дерева, попадаем в руины Ваал Проходим такое подземелье, очень запутанное Там нам встречаются эти механические змеи какие-то Я так понимаю, что это... То есть до этого в этом акте мы всегда сражались с обезьянами, со змеями какими-то Приспешниками этих бандитов Да, приспешники бандитов, черная стража, то есть живые, по сути, существа А когда мы попадаем в руины Ваал, мы встречаемся с древними механизмами Эти механические змеи какие-то И еще вот, и единственное, вот эти павшие Ваал, которые человекоподобные существа Я не знаю, они тоже механические или это все-таки духи какие-то ожившие Для меня это до конца непонятно Но змеи там точно механика, насколько я знаю В общем, вальцы, они дошли очень до хороших технологий Сама пирамида является огромным механизмом И душа, все душа, вот эта Ваал, она тоже с нами взаимодействует через механизмы То есть они начали использовать всякие конструкты Всякие вот эти порчу во благо себе Чтобы пихать везде эту магию во все эти конструкции Во все механизмы Так что то, что там вот эти змеи или еще кто-то встречается Это все разработки Ваал И сейчас они сквернены, да, и немного преобразились То есть хозяин, утратили своего хозяина То есть получается, смотри Мы попадаем в эту древнюю пирамиду Я так понимаю, что там сто лет никого не было И мы первые, первая живая душа, которая путешествует По этим проходам Встречаемся с какими-то механизмами Которые, их механизмы Ну то есть вальские вот эти вот конструкты Они еще и пропитаны темной энергией порчи, катаклизма И за счет этого, собственно говоря, они до сих пор еще живы и существуют Ну и там помимо них, кстати, еще и встречаются обычные скелеты Очень много Я так понимаю, что это просто мертвые вальцы Которые встали в виде нежити Да, это не совсем понятно Потому что осталось много Вот, например, как Кадаврус из первого акта Такие же как-то воскрешают приспешников Некроманты Ну, некроманты, да Да, то есть, по сути, это могут быть и некроманты, и вообще кто угодно Но в пещере, вот я почему подумал, что это, скорее всего, умершие вальцы Потому что, ну, там туда доступа никто не имеет Кроме мертвых представителей вал Там и быть-то особо некому И мы в итоге попадаем в пирамиду многоуровневую Поднимаемся все выше, 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 выше А на верхних этажах нас ждет вот эта вот все душа ваал Какой-то древний механизм страшный Который попросту называют пылесосом чаще всего Что он делает? В общем, вальцы Когда-то давно создали эту пирамиду Эта пирамида в какой-то момент должна была На верхушке у нее есть типа бура что-то И, видимо, чтобы показать всю грандиозность достижений и инженерной мысли Эта пирамида должна была выбриться из земли И закрыть небосвод и солнце, собственно Тем самым жители Ваал Могли бы восхититься своими достижениями Своей расы, да, или своей империи То есть они строили пирамиду под землей изначально, получается? Да, да, да То есть она находится под землей Сверху у нее бур И этот бур, там, кстати, на карте так и видно Что этот бур как будто бы пробуривает поверхность Выходит наружу И там такой уж открывается люк Через который мы можем выйти наружу, по большому счету Да А вот этот вседушовал Это какая-то сущность Которая появилась после катаклизма И во времена, когда империя только зарождалась Вечная империя С Тарком Вируза В общем, Тарка убила, по-моему, эта сущность Потом после Тарка Каспира, да, вроде бы В общем, следующего императора Она тоже убила И уже третий император Вечных Смог заковать, поймать и заковать эту вседушовал В... В общем, на верхних этапах этой пирамиды А у разбойников мы получаем ключ, верхушку С помощью которой Эта вседуша, она вселяется в механическое вот это изобретение То есть сама по себе вседушовал Это какая-то темная энергия Темная сущность, которая в виде духа Раньше, видимо, носилась там И как-то причиняла много бед Представителям империи, Азмири, да Которые только заселялись в этих местах Получается, мы с помощью верхушки Придаем ей физическую форму какую-то И можем с ней сразиться А вот это древняя печать Которую мы нарушаем И, ну вот, сталкиваем Там, не знаю, такой шар, да, какой-то Снимаем эту древнюю печать После чего солнце темнеет И становится темно во втором акте Как раз вот это, этот шар Он был печатью того, что вот эта сущность была заперта Мы этот шар отталкиваем Вот эта вседуша, вау, она освобождается Затмевает все небо А с помощью этой верхушки Мы вселяем Эту сущность в Как это называется? В плоть, да? На самом деле я в очередной раз Удивлен тем, на что идет Изгнанник, чтобы Своих целей достичь То есть, по сути, вот Представь, ты встречаешься с каким-то Огромным, не знаю, там С каким-то предостережением, проклятием Узнаешь историю этой вседуши ваал И ты понимаешь, что если ты сорвешь Эту печать нарушишь То солнце с неба исчезнет И весь мир погрузится во тьму Как бы, да? Ты навлечешь кучу бед и несчастья Неужели ты бы стал рисковать И снимать эту печать? На самом деле, по сути Нам помогают жители лесного лагеря Помогают или наоборот осуждают И, например, Иина говорит Вот, мне приснилось, что Вот ты должен пойти туда Сделать вот это Потом Эрамир тоже подсказывает Что, эх, надо, да, исследовать На тебе Ой, давай Убей эту ларату Это дерево корни И это все во благо То есть он Не сказать, что под чутким руководством Внешних NPC-шек Но как минимум Они его морально сопровождают Подталкивают к этому делу? Да А по поводу истории ваал В целом их империи Ты готов сейчас что-то Обсуждать? Потому что История ваала Она достаточно такая Ну Не сказать, чтобы обширная Потому что Что нам известно На текущем Мне вот, например Известно про ваал Если вскользь пройтись по ним Что Самая первая цивилизация На Рекласте Которая, в принципе, была Когда-либо Это ваал То есть до них были еще Из известных Из известных Что наверняка они не самые древние То есть Скорее всего Кто-то был и до них Но Из тех, что Задокументированы И от Тех наций От которых остались Какие-то там следы Это ваал Потому что Они оставили Огромное наследие После себя Это те самые Пирамиды Какие-то записи Монументы Это первая Цивилизация Которая Знакомилась с этими Камнями Добродетели Опять же Из известных И стали их Как-то использовать И эти камни Позволили им В том числе Как-то Больше узнать Изобрести В общем Всячески Они их использовали Как двигатель Прогресса Обвальцы Просто Нереально Огромную Как это называется В общем Развились Очень сильно Очень сильно Продвинулись По исследованиям Насчет камней И Вот эта Отзири Она Собственно Уже пришла Наверняка Когда эти камни Вовсю Использовались Изучались И Она решила Что Нужно Обрести Бессмертие А Бессмертие Каждый Из богов Который Присутствует В Пое Они Обрели Бессмертие Различными Способами То есть Нет Какого-то Одного Пути Каждый Сам Нашел Путь К бессмертию Собственно Отзири И Пыталась Своим Образом Обрести Бессмертие Через Как его Мага Звали Придворного Дарьяни Дарьяни Да Точно Вот И Во времена Ее правления Начались Обширные Эксперименты Проводиться Над Людьми Над Способностями Как Достичь Крас И Бессмертия И Даже За малейшие Там Проступки Людей Отправляли В Лабораторию Этого Дарьяни В И Какой-то Он Понял Как Все Работает И Они Устроили Какой-то Праздник Я уже не помню Какой Типа День Когда Все Все Вальцы Обретут Бессмертие Он собрал кучу камней Добродетели, скинул в шахты макет Хайгейт, из-за чего зверь ему показалось, что это вторжение на нас напали, и в этот момент вызвал катаклизм, что стерло всю империю. То есть, подожди, смотри, зверь, вот это вот создание существа, он уже тогда существовал, получается, и он обитал в этой горе Веруза, по-моему, так она называется, и когда Дориане зачем-то, я не понял, честно говоря, зачем он скинул туда все камни Добродетели, это вызвало какой-то коллапс, в общем, который зверя заставил, собственно говоря, агрессивно действовать, и произошел тот самый катаклизм. Угу. Вообще, камни, по сути-то, появились из-за зверя. Зверь, основная цель, которую преследовал грех, создавая зверя, это отобрать силы у всех богов, потому что они начали действовать во вред всех людей, то есть думали только о себе, там, свой культ распространяли и так далее. И грех решил избавить людей от таких сильных богов, от вмешательства извне, чтобы люди могли свободно делать все, что они хотят и не зависели ни от кого. А так появился зверь. Ну, это мы еще, да, обсудим? Ну, понятно, да, это подробнее мы обсудим. Рождение зверя и камни Добродетели, которые стали использовать вальцы, это как побочный продукт существования этого зверя, что ли, или что это? Зверя, собственно, начал питаться божественной силой этих богов, отнимая их силы, а побочным эффектом этого отнятия было то, что эту силу он перерабатывал и начал распространять порчу вокруг себя. Ну, и, собственно, все камни Добродетели, они берутся из этой шахты, это камни, которые были оскорнены зверем. Я понял. И, получается, вальцы активно их использовали тоже в своих экспериментах, они им помогали, собственно говоря, развиваться, строить свою империю, использовались придворными, там, исследователями, магами. Все это привело к тому, что вот на пике своего развития, последняя царица известная вальска, это Адзири, да, она поручила Даряне любой ценой, собственно говоря, там, достичь бессмертия. Тот стал экспериментировать, и у него все ресурсы, какие нужны были, в том числе, там, человеческая плоть, были предоставлены. Я так понимаю, там, какие-то ужаснейшие опыты происходили в его лаборатории и таким, ну, и в конце концов, это привело к тому, что ему показалось, что он знает, как нужно сделать, что устроил вот это вот, как ты сказал, сбросил все камни. Он сконцентрировал их все в одном месте для того, чтобы достичь какого-то определенного эффекта, ну, и по факту это дало эффект противоположный. В итоге освободился заряд энергии, известный как катаклизм, который уничтожил всю цивилизацию Вау вместе с Адзири. По сути, вот эта порча, которая потихоньку, да, вливалась в камни, там, видимо, у зверя оставались какие-то запасы, и он просто одномоментно выплеснул всю порчу, которая у него имелась, ну, переработанная от сил богов. Это привело к тому, что Вальцы просто были уничтожены, насколько я понимаю, и надолго цивилизация вообще, вот, какая-то мыслящая, активная человеческая цивилизация исчезла, то есть остались какие-то разрозненные племена, и впоследствии, уже спустя много-много лет, те самые Азмири, они спустились в гор и заселили эти места, где жили Вальцы. А, там от Вау осталось, я точно не помню, ну, в общем, несколько тысяч, тысяч человек, они сбежали с территории Вау и примкнули к Азмири. А Азмири, зная, из-за чего, ну, то есть, видимо, там, как-то рассказали, что случилось, там, и так далее, эти Вальцы. И Азмири вообще зареклись не использовать никакое волшебство. И, собственно, лига раскопки, как? Делф? Не, не, вот этот, прошлая лига. Экспедиция? Экспедиция, да. Там частично касаются этой истории, что Азмири были против магии. Когда вот эти калгуранцы пришли к Азмири узнавать, что произошло, и от те сказали, идите нафиг, эти камни зло, там, туда-сюда. Ну, и, в общем, Азмирицы изначально были против магии. Ну, и, собственно, при основании Вечной Империи одно из первых вонсказываний, запретов, да, были это использование волшебства. Азмирицы изначально были против магии.